Привет, привет, привет! Всем привет! Ноубук DNS на кнопку реагирует, но инициализации изображения нет. Будем скрывать, разбираться. Ноубук уже клиентов наполовину разобран. Планка так отсоединилась. Клавиатура тоже не подключена. Отстегиваем все шлейфы. Так, матрица люфтит. Видать, крепления петлей сломаны. Ну да, да. Да как бы это сразу видно было. Так, крышка сама отвалилась. Захлопываю ноубук. И снимаю радиатор, соблюдая при этом последовательность. Выкидываю туалетную бумажку. Отстягиваю кулер. И снимаю радиатор. Вытираю старую термопасту, чтобы весь не запачкаться потом. Так, а вот и те самые болтики, которые держат сломанные петли. Ну как держат, сами видели как они держат. Так, крутим-крутим. Этот у нас не откручивается. Помогаем пинцетом. Так, откидываю дисковод. Антенны Wi-Fi. Ну и сам Wi-Fi уберу сразу. Так, снимаю все шлейфы. Аккуратно открываю. Воспользуюсь пластмассовым медиатором, чтобы не поцарапать поцарапанный ноубук. Откидываю топ-кейс. Отстягиваю шлейфа дополнительной платы USB. Динамик. Откручиваю пару винтиков, которые держат несчастную материнскую плату. И вытаскиваю материнку. Первым делом визуально осматриваю плату. Сразу глаза бросается засохшая канифоль, которую сразу скажу, так нихрена не получилось отмыть. Прям запеклась прилично. А также следы пайки биоса. Скорее всего прошивался. Внимательно осматриваю плату под микроскопом. На прогары, на физические повреждения. И вот он найден покалеченный. Это дискретный видеочип. На кристалле видеочипа. Видим скол. Его в принципе и без микроскопа было видно. Буду устанавливать новый видеочип. Купленный Парс Директ за 5 килорублей. Это GT750M. Сравню новый видеочип со старым. Датакод родного чипа 1313 год. А датакод нового чипа 15. То есть 15-го года выпуска. Скорее всего последняя партия, которая выпускалась. Подготавливаю материнку пайки. Снимаю все, что снимается. Откидываю оперативную память. Наношу флюс на электролитический конденсатор. Хватаю паяльник. Очищаю жало от всего дерьма после предыдущей пайки. И отпаиваю конденсатор. Снимаю процек Ай-7 звездочкой. Подогреваю около 200 градусов материнку, чтобы легко снять крепление радиатора. И сразу, пока плата не остыла, снимаю все крепежки. Очень легко снимаются. Так, поправляю изоляцию. Снимаю весь компаунд вокруг неисправного видеочипа. Дую феном, чтобы компаунд хоть маленько размягчился и легче снялся. Сдираю наклейку биоса, которая уже немножко мной запеклась. Также наклейкой штрих-кодом. И опять закидываю мать печь. Равняю голову паельной станции. Чуть опущу. Выставляю профиль. Запускаю. Жарю на 225 градусах. И тут меня фокус подвел. Снимаю вакуумным пицетом видеочип. Подготавливаю платы к зажарке нового чипа. Наношу флюс. Убираю остатки припоя при помощи оплетки Гудвик. Вытираю все за собой. Вот так выглядит подготовленная контактная площадка к пайке. А теперь уже достаю дорогой флюс, флюкс плюс, из холодильника. Немножко нагрею флюс, чтобы растекся и легче размазался. Размазываю кисточки. И снова в печь паять чип. Пошатал, убедился, что чип припаян. Возвращаю конденсатор на свое место. При пайке соблюдаю плюс-минус, иначе будет салют. Наношу термопасту на процессор. Проверочную, стрёмную. После проверки уже намажу MX4. Равномерно размазываю пасту. И теперь можно устанавливать систему охлаждения. Соблюдая последовательность, указаны на радиаторе по цифрам, закручиваю радиатор. Подключил кнопку, пробую запускать. Смотрим на светодиод тестера. И у нас есть инициализация. Собрал ноутбук, пробую запускать. И картинка почти есть. Но это уже косяки матрицы. Клиент сказал, что самостоятельно заменит матрицу. И крепление тоже клиент самостоятельно отремонтирует. Вот и всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Кому интересно, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok